Всем привет, и в этом видео я вам покажу, как мы в блестящем стиле громим соперников в ферзевом гамбите. Погнали, мы играем за белых, начинаем партию ходом d4, черный отвечает d5, c4, это ферзевый гамбит. Черный забирает dc, это принятый ферзевый гамбит, и мы играем e3, хотим вернуть пешку на c4. Черный играет конь f6, выводит свои фигуры, мы забираем пешку с слон c4, и черный играет g6, они хотят ферзевый гамбит и вывести его на g7. Мы играем конь f3, выводим тоже свои фигуры, хотим сделать рокировку, далее черный играет слон g7, и в этой позиции мы делаем очень сильный ход, ферзь d4, шаг. После чего черный могут прикрыться несколькими ходами, они могут прикрыться ходами конь bd7, слон d7 и ферзь d7, а также могут этим конем прикрыться. Мы все это рассмотрим. Давайте посмотрим, что будет, если они прикроются ходом слон d7. То мы просто в эту позицию играем ферзь b3, грозит взятие на f7 и одновременно взятие пешку на b7, потому что слон ушел на d7, и он больше не защищает пешку. То есть вот такая вот сильная батарея. Также черные могут защититься ходом ферзь d7, тогда мы играем слон f7, шаг, если они не забирают, то просто мы остаемся с лишней пешкой, а если они забирают, то мы играем конь e5, вилка, и мы забираем ферзя. Также они могут защититься ходом конь d7, но мы это не будем рассматривать. Давайте рассмотрим этот вариант. То же самое будет, если они защитятся конем на f6. То мы просто играем слон f7, шаг, после чего черному королю приходится забирать, мы играем конь g5, шаг, ставим коня на сильное поле, далее черный король отходит на e8. Если он отойдет на e8, также может отойти на f8 и на g8. Давайте посмотрим, что будет, если на e8. Мы играем конь e6, и ферзи больше некуда уходить, и мы просто забираем ферзя и выигрываем партию. Также они могут отойти на f8, тогда мы опять делаем вилку и забираем ферзя. Также после конь g5, шаг, они могут уйти на g8, они думают, что им больше ничего не грозит, но не тут-то было. Мы просто играем ферзи за e4, шаг, даже если они защитятся ходом конь d5, мы играем ферзи за e5, шаг, ферзи на e6, допустим, шаг, и ферзи в 7, шаг и мат. Вот так вот, дорогие друзья, это очень сильная ловушка в ферзи в мугамбите. Обязательно выучите, она вам поможет. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok